Привет, друзья! С вами Резмитрий Ророшенко. Сегодня поговорим об указе президента Российской Федерации, номер 585, 27 августа. Подробное разъяснение опубликовано в телеграм-канале. В видеообзоре поговорим об основных моментах данного указа, который касается граждан Украины ЛНДНР. Суть этого указа заключается в том, чтобы разрешить данные категории иностранных граждан пребывать здесь без выезда за пределы Российской Федерации. Достаточно иностранным гражданам Украины ЛНР в течение 90 дней с момента въезда пройти дактилоскопию, фотографирование и предварительную медицину. То есть вот это комплексные условия, если вы их прошли сверх 90 суток, вам продлевают сроки пребывания, то есть миграционный счет, регистрацию. Эти условия указаны в этом распоряжении президента и данные иностранные граждане, соответственно, имеют право теперь им руководствоваться, в том числе и в общении с инспекторами. Также второй момент это то осуществление трудовой деятельности без разрешения на работу или патентов. То есть если вы гражданин Украины ЛНР, ДНР, вы имеете право заключить трудовой договор, гражданско-правовый договор с компанией, с организацией, с ЭП, с ВИЗ-лицом. Но мы понимаем, что данный договор должен быть официально сдан в МВД, то есть подано уведомление, сообщено, что принято на работу. В связи с этим предварительно, чтобы работодатель вас принял в соответствии с данным указом, вы должны пройти опять же процедуру. То есть сдать медицину, тактилоскопию, фотографирование, получить зеленую карточку. Далее вас работодатель без патента, без разрешения работы имеет право оформить, трудоустроить, подать соответствующее уведомление, чтобы все было официально. Третий момент, если вы уже работаете с патентом, он у вас заканчивается, патент продлевать вам никто не будет. То есть, соответственно, нет необходимости на текущий момент за него платить, потому что опять же с 27 указа вышло данное распоряжение президент, который отменяет всякие разрешения, патенты и все эти условия. Поэтому есть патент, прекращайте платить работодателю, сообщайте и опять же проходите тактилоскопию, фотографируйте медицину, если вы его не проходили по каким-то причинам. Если вы прошли ее, то вам надо получить зеленую карту и работодатель имеет право у вас, то есть вы имеете право дальше усиливать трудовую деятельность, без каких-либо разрешений, патентов. Работодатель не имеет право у вас уже это требовать, потому что вы можете опять же сослаться на данный указ, спокойно работать. Если у вас его по каким-то причинам аннулировали, или бы он у вас закончился, работодатель сделал приостановку, или расторгли трудовой договор с вами, вы также имеете право обратиться к работодателю, сослаться на данный указ, чтобы он вас принял на работу. Если причиной прекращения трудовых отношений было именно наличие или отсутствие патента, или его аннулирование, невозможность переоформить и другое. Также сохраняются условия обязательные для работодателей уведомлять в течение трех рабочих дней принятия иностранного гражданина, обязательность условия медицин-доктилоскопии, фотографирования, то есть зеленое свидетельство. Но вот эти условия, они актуальны и ранее были, но и на текущий момент просто они уже стали прописаны в указе. И последний момент, граждане Украины, ладные ДНР, в соответствии с данным указом, не подвергаются административному дворению, как самоконтролируемому, так и принудительному, сокращением сроков пребывания, нежелательным пребыванию, запретов на въезд, собственно, разрешения на въезд. То есть данные наказания административные в отношении категории не применяются. Есть ряд исключений, они тоже прописаны в указе. Подчеркну, что это условия, которые прописаны в данном указе, касаются граждан Украины, ладные ДНР. Все остальные граждане других стран, которым актуальный патент, разрешение на работу, обязаны, соответственно, иметь данные документы. И, значит, вот этот отказ нажимаем на мисте, да, до этой категории тоже применяется только в отношении граждан Украины, ладные ДНР. В отношении остальных стран, выходцев из остальных стран, МВД имеет право, значит, применять разрешение на ограничение на въезд, неразрешение на въезд, запреты на въезд, нежелательные пребывания и другие административные наказания. Мы с вами на связи. Еще раз подчеркну, что подробнее сам себе указ вы можете прочитать, изучить. Ссылка есть в телеграм-канале, вот 28 августа был пост, и про комментарии, разрешения, также подробно по пунктам. Будем с вами на связи, всего доброго.